Всем привет! Сегодня с вами снова Шипоголик. Для тех, кто смотрит мои видеоролики, наверное, не новым будет этот смайлик на упаковке. Я уже рассказывал о данной посылке, точнее о распаковке. Это было, наверное, недели три назад, может быть и месяц назад. Для тех, кто не видел, напомню, здесь лежит экран от iPhone 5C. Экран оказался бракованным. Походу буду распечатывать, и походу я буду рассказывать. В чем же заключался его брат? На экране уже были... Когда он пришел ко мне, не знаю, в силу того, что он изначально был бракован, или в силу того, что он повредился при транспортировке, но суть заключалась в следующем. На экране были побиты, получается, пиксели. Даже не пиксели, можно сказать, что очень большая часть экрана была побита. То есть, вот на экране были вот такие вот длинные две полосочки в правом углу от верха до низа экрана полностью. Китаец отказался мне полностью возмещать деньги за этот экран. Я попросил хотя бы частично, на что он и частично отказался. Мне пришлось обращаться в администрацию, открывать спор. После этого спора мне полностью вернули денежные средства. Сегодня я решил провести краш-тест этого вот экрана. Как видите, на нем нет пока ни единой царапины. Не знаю, видите вы или нет. Постараюсь вот так вот. Ни единой царапины на нем нет. Как заявлял продавец, здесь у него полностью оригинальный материал, использованный, как и на оригинальном айфоне. То есть здесь у нас якобы горило глаз стекло, которое невозможно поцарапать. Ну посмотрим. Вот здесь у нас есть ножичек. Вот такой вот ножичек. Букер. Также уже был в моих видеообзорах. Посмотрим, можно ли его поцарапать или нет. Царапаем. Так, чтобы именно до мяса царапин нету, но конкретно отметины я вижу на экране. Сейчас постараюсь вытереть. Вот они царапинки есть. Можете увидеть их сами. Итак, горило глаз стекло. Оно уже ничем не царапается, по идее, правильно? Тут у нас есть старый советский стеклорез. Посмотрим, что нам покажет стеклорез. Упс, оказывается, царапается. Ничего себе, как царапается. И муж просто-напросто конец. Оно не просто поцарапается. Не, ну, не спорю, конечно. В кармане вы вряд ли будете носить стеклорез, чтобы случайно поцарапать экран. Но все же горило глаз стекло царапается. Если это вообще было горило глаз стекло. От ножа, конечно же, таких царапин не осталось. Остались просто отметины по корпусу. В общем-то, на этом таки и все. Даже если, ну вот я не знаю, конечно, насколько был честен китаец. Но если это горило глаз стекло на самом деле, я немного разочарован. Честно, я думал, что это неубиваемая вообще стеклышко. Попробуем простукнуть. Потрескается ли оно. Получается, по выделенным стеклорезом отметкам оно процарапалось. После пристукивания, ровно по линиям, после стеклореза оно поломалось. Вот так вот. Для тех, кто не видел, делаем новую. Смотрим. Здесь у нас нет царапин. Правильно? Делаю новую отметку. На крест. Постукиваем. Прямо по отметке стеклореза все ломается. Повторим. Внизу экрана. То же самое. Все поломалось. Попытаемся отделить стеклышко. Не знаю, вообще можно будет отделить от экрана или нет. Тут, скорее всего, клей держит еще. Рамочка отходит. Рамочка полностью отошла. Дисплей, как вы видите, полностью уничтожен. Честно, не выбрал никуда дисплей. Как видите, в отражении снимается это все тоже на айфон. 5C заказывался он не под этот телефон, а под другой. Вот так вот. Вот он и горело глаз стекло. Повторяю все сюжеты. Конечно, оно было. Клей. Клей все держит. Не дает всей этой прелести развалиться. Вот так вот крас-теш не пройден. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Ставьте дизлайк, если не понравилось. Всем пока.